Ты познал тайный чёрный чар, колдовство твой, проклятый дар. Дикий, горкий ночной угар, лютый ненавистик пожар. Дикий, горкий ночной угар. Блин, ни хера тут подсолнухи, смотрите, выше всадника. К танцам и к рюмке кого-то тянет. Ну это древние времена, караоке-баров ещё не было, были, видимо, бары танцевальные. Какие там скалы впереди, ой, смотрите, замок на острове. Интересно, батюшка-церк, ты что, ты что там такой, а вон и лодочка внизу есть, то есть может туда добраться. Ну я думаю, что по какому-либо квесту туда отправят ещё, и не раз, я думаю, на этот остров. Да что-то типа Коломниц, наверное. Вау, бля, я на этой платве как на Харли Дэвидс, а не просто в ГТА. Чуть что на дыбы. А это что тут? Фура, фура с дизами не доехала до Латвии. Такой шутник, боже мой. Так, ну и вон я уже вижу это кладбище. На кладбище кто-то... Ну, вообще я слышу какой-то звук. Ну это какой-то свист, что ли. Или мне... Чё это? Эта платва хрюкнула. Прочитать. Михаил Новаковский, меценат, всюду сувал свой длинный нос. Это как из девяностых прямо на огрыбе. Вау. Чё такое? Это кладбищенская бабка, походу. Она чем-то бросается. Опа-на. Это цветы взрываются какие-то? Вот что шумело. На кладбище цветы бомбило. Архи чего? Архиспорт. Ни хрена себе цветочек. Я помню, олдфажный фильм ужасов про цветок, который... Мухоловка, по-моему, гигантская. Его чувак стал каплями крови к Хармите. Выросла, короче. И он еще, по-моему, разговаривал. И в Heroes of Neverth есть даже отсылка к этому фильму в виде героя по имени Брэмбл. Артур Иван Ифин. Нильгарский посол. Убит ударом молнии после того, как называл княгиню Адемарту Старой Хабалкой. Ударом молнии, наверное, да, между глаз Старой Хабалкой. Павел Сверчинский. Ну, хочу заметить, что большинство фамилий здесь польские. Путешественник любил приходить и уходить, убить собственными брошенными детьми. Ай, юмористы поляки. Ай, шутники. И что, на каждое надгробие, реально? Бланш Дювузор. Майор второй армии Тусента. Дама Железного Ордена за заслуги в бою. Ну, тут без юмора, походу. Пьер Минкерсон Малерой II. Барт Повар Мастер Пинг-Понга. Пинг-Понга? Не думал, что Пинг-Понг настолько древняя игра. Ага, это мы видели. А вот это самая первая, которая встречает всех, кто идет на кладбище с этой стороны. Моника Глинничка. Одноногая танцовщица. Ходит слухи, что была суккубом. Только кто хоть раз видал суккуба с одним копытом? Блять. Ну и надпись на могиле. А кто хоть раз вообще одноногую танцовщицу видал? Яков Возняковский. Может и не самый мудрый, и не самый прекрасный. Но 60% всегда выдавал. Ха-ха-ха-ха. 60% чего? Винрейта? Ранок какой-то. Здесь лежит Яна Болова, танцовщица, мясник, геолог. Хера себе, сколько талантов в одном флаконе. Бля, они вот сидели, им делать нехуй. Они, наверное, придумывали надписи на гробнице, какие написать. А, все, вот, все, декоративные теперь наконец-то начались. Нет, смотрите. Павел Банан-Панасюк придумал тыква-борс, игру популярную в Ангрене. Две команды пытаются забросить тыкву в корзину. Ну, типа баскетбол. Георг Садинский, великий атлет, любил носить тяжести. Однажды его занесло, и он умер. Ха-ха-ха-ха. Ой, боже. Давай отметка вход. Эх, Вегис, не мог выбрать другого места для встречи. Че это было? Каролина Стахира. Что за радость убивать слабаков, если уж драться-то с королями? Ничего себе. Подождите, а что у меня за задание? У меня же сейчас отзвук гребаный. А не... Как это называлось? Вечный покой. Или что это? Нет. Найти могилу Моро на городском кладбище. А это и есть городское кладбище уже, да? Нет, сука, это другое кладбище. А-а-а, блядь, что ж вы в одном месте-то всех хоронить не можете? Так, пардон, пацаны, заминочка вышла. Ха-ха-ха, блин. А я, главное, еще и думаю, вроде тут домов-то нету. Кто же слышит стук с кладбища? Какой стук? А они, блядь, вот с этого. Ну, пошла. Вот с этого кладбища, которое возле города слышат. Интересно, здесь тоже все надгробия подписаны? Застенное кладбище. Вот тут поприличней. Гаврош упал на землю. И что? Упал на землю, потом помер? Я про Гавроша, я помню, что это сказка вроде какая-то, я ее не читал. Жан-Люк Пикард, великий командир, еще более великий человек. Что, командир не человек, что ли? А это что-то великан какой-то? Маркиз Деданиш. Я сейчас все объясню. Не объяснил. Наверное, с чьей-то бабой застукали, Маркиза. Люк Лешансо, профессиональный пастух. Профессиональный. Гаспар Дельнель-Нют умер резко и неожиданно. Резко и неожиданно. Пабло Марковский. А, Марковский. Травник погиб из-за профессиональной ошибки. Наялся ядовитой травы. Матье Томас умер за игрой в карты. Ладно, понятно. Я на могилах надгробия еще в Аркануме начитался. Там тоже прикольно было. Каролина Сатир. Что тебе, блядь, непонятно, ебаная ты тварь? Сказала она коту, который не хотел носить апорт. И ее хватило удар. Да. Ничего, непонятно, ебаная тварь. Налей стременную и хватит. Стременную. Ха-ха-ха-ха, блядь. Ой, епта. О, а кого-то тут уже выкопали. Смотрите-ка. Томас Моро, профессор. Элас Каванир, Аванир, Аванир. Что это его? Надпись на старшей речи. Избавление не в долу НФД, но в наших сердцах дославится АЛРМ. Лаборатория профессора Моро. Зараза. Дневника профессора давным-давно нет. Похоже, не только я о нем знаю. Надо осмотреться, может здесь еще... А че Янифер сама не вытащила дневник? Следы ног узкие и не глубокие. Кто-то небольшой и легкий. Может, женщина? Профессору в поисках не поможет. Видимо, получается, как обычно, выкопали перед самым визитом Геральта. Интересно, тот, кто обобрал гробницу, нашел что-нибудь еще? Больше я здесь ничего не узнаю. Посмотрим, что скажет карта Йен. Кстати, Эпитафия тоже упоминала Айли Рен и Дол НФД, Долину Девяти. Эпитафия. Так, а где же соседи-то эти, квест? Че за чушь? Поговорить их. Ну, блядь, охота за сокровищем это вообще... Скеллиги, скеллиги. Короче, не знаю, куда делся этот гребаный квест про кладбище. Он просто пропал. Вот было, теперь нету. Поэтому придется делать квест про Йеннифер. Не знаю, что это за польская магия. И куда-то пропадают квесты, но... Надеюсь, другие все-таки останутся. Так, карта многовековой давности. Надо найти на карте что-то там Йеннифер. Что? Загадочные записки. Это даже на грамота. Так, а суть задания-то какая? Найти на... На карте Йеннифер найти, где находится на FD. Я так понимаю, что, блядь... Вот это и была только что карты Йеннифер нет. Ничего, и как тут, блядь, что-то можно найти. Я вообще не понимаю, что за квест. Как его, блядь, делать-то, ёпта? На какой, нахуй, карте? Блядь, странно сделан квест. Я думал, что он сломался. Я уже полез в гугл, смотреть в гугл. Чё надо делать? Оказывается, надо посмотреть на карту и закрыть инвентарь. То есть, когда на него смотришь в инвентаре на карту, там ничего на ней не видно, и ведьмак ничего не говорит. Блядь, я думаю, ну и чё, наверное, не работает. Опять какие-то баги, глюки, хер знает что. А когда вот закрываешь инвентарь, тогда Герретт уже говорит, что О, на карте вот отмечено место, только оно, блядь, под водой. Сука, так вот нахер до инфаркта довести можно, на самом деле. Не до инфаркта, блядь, а до, бам, до, сука, взрыва в жопе. Ну тоже, вот нельзя, чтобы он, когда ты в инвентаре смотришь, чтобы он об этом сказал. Блядь, ну чё, телепортироваться? Ай, впадал. Пошла. 500 шагов можно карьером проскакать быстрее, чем смотреть на экран загрузки, по-моему. Бля, уже стемнело, пока я, сука, с этим квестом удился. Да давай, ёб твою медь. Отнимаю винодельную. Или тут вообще край одних виноделов. Ну сказали, что Тусент это типа Франция местная. Поэтому тут одни, эти, виноделы, да эти, домажоры. Так, там справа, кажется, волчья стая. Ничего. Ну, блядь, ну чё с платвой в этом дополнении? Она то раком встает, то на дыбы, блядь. Чё угодно, лишь бы не ехать. Ещё кладбище. В этом Тусенте чё, блядь, смертность, что ли, какая-то высокая? Я во всей прошлой игре про Ведьмака столько кладбищ не видел, сколько здесь. Ура. Медведь. Чё, он спит, что ли? Блядь, в жопу пусть дальше спит, поехали. Сука. Опять-то, сука, растение грёбанное. Всё, валим отсюда. Найти вход в лабораторию. Ну, платву-то не сожрут, ей пофигу. Ну, конечно, здесь, сука, ушлёпцы повсюду. Нифига себе, он с одного не сдох. Всегда ж с одного убивались. Блядь, тут, конечно... Ну, что ни говори, но, блядь, подводные сражения в игре просто говно, по-моему. Вот всё хорошо, но, блядь, подводные сражения, бля, убогие. Ну, я думаю, даже, блядь, фанаты игры не будут спорить с этим фактом, что, ну, блядь, стрелять под водой из арбалета, это, во-первых, пиздец как тупо, во-вторых, ну, не очень интересно, тем более автоцелью. И было бы круче, если бы были какие-нибудь всё-таки драконы, какие-нибудь водяные хоть, ну, какие-нибудь монстры, блядь, под водой. А то ты ныряешь, и единственное, кого ты здесь можешь встретить, это, блядь, утопцы сраные. Никаких тебе кракенов, ничего, вон платва, смотрите. Платву мою, пиздец, смотри, смотри, охуели. Ну, бля, пидорасы, сейчас я, бля, выгребу пиздец во всём. Вот чё, гандоны? Лошадка моя, блядь. Ой. Сука, ничего себе, блядь, сейчас самому ещё пиздюлей навкатывается. Надо было платвуемо отдать. Иногда лучше отдать лошадь, чем себя. Ничего себе, утопец-уворотчик. Тут, блядь, чё-то новое. Так, всё, надо помедитировать, потому что ни хера под водой не видно, уже стемнело. И, ну, кошку юзать не очень люблю, она всё делает чёрно-белым. А я думаю, что подводный мир тут должен быть так же неплохо нарисован, как и надводный. Вода, правда, просто пипец. Уровня варсандерских кораблей вот этих. Найди вход в лабораторию профессора в затопленных руинах. В затопленных руинах долины Девяти. Долина Девяти чего, простите. Ну, тут и эльфийские руины сразу видно. Вот эти арки, они вот... В каждой игре про эльфов, остроконечные арки. Эй, а это что, не та пещера, которая мне нужна? А что это тогда такое? Бля, я не знаю, что это, но воздуха маловато. Можно не успеть уже узнать, что это. Бля, тут ещё какая-то залупа. Ну, кто так строит? Конечно, эльфы. Ну, что-то прям совсем у берега как-то. Вход в пещеру. Как-то уж совсем. Тут бы купальщики всё нашли и вывезли. Вот прикиньте, если бы надо было с морскими змеями сражаться вот в таких вот пещерах. Да, чё ты делаешь, бля, упырь? То есть, юзаешь там жабросли какие-нибудь, чтобы подольше дышать. Нихуя тут. Блядь, ну что ты делаешь? Всё, валить надо. А, тут можно всплыть. Сука, слова яйца. Ну, вынырять-то будем. Монетчики, это хорошо. Надо Флорины на Тусенское бабло поменять. И можно будет, не знаю, в Курвобьянка повесить занавески новые. Серебряный перстень загоним. Отлично. А вот красное, это что-то по квесту, что ли, или что это? Вон, большой сундук красный. Эльфийский оселок, ничего себе. Или оселок, как правильно так, даже не знаю. Слово иноземное. Нужен ключ? Сука! Ты же ведьмак, ты должен уметь взломать такие вещи. Вот говно. Ну, короче, понятно, что самое смачное осталось в сундучке. В киндер-сундучке. Ну, это, наверное, квест какой-нибудь опять про поиск сокровищ. Блядь, что это такое? Просто кусок скалы, об которой можно всплывать, всплывать, башкой раз. Шарахнуться и обратно. И обратно в ныряльщики записаться. Так, я так понимаю, что где-то под вот этой хренью должен быть. Вход в руины. Вау, еще сундуки. Давай-давай-давай, мне деньги нужны. В Корва Бьянка ремонта, блядь, 20 лет не было. О, вообще классно, золото. Золото, брульянты. Так, ну ладно, давай, не потонешь. Что это такое? Вау, портал под водой. Что такое бывает? Геральт не любит порталы. Ну, тут уже деваться некуда. Либо жопой, либо резко научиться дышать жопой, либо отрастить жабру, либо в портал идти. Кстати, у него есть, по-моему, да, какая-то трава? Я уже не помню. На количество воздуха. Кстати, данный квест дает тёлка, с которой Геральт остался в основном сюжете. То есть у кого-то может дать его и Трис. Ну, видимо, сама эта мадам не будет здесь присутствовать, ни ей, ни Фернитрис. Но это какая-то часть отсылки. Что типа вот у нас вот на сюжет вот это вот всё влияет. Надеюсь, хоть тут големов не будет, их так долго запарно убивать. О, ё-ё-ё, ёб твою мать. Какое плохое чувство ёмора. А вдруг они ваншотают? Ёб твою мать. Перчатки буклерского стражника. Гномский оселок, ничего себе. Так, пока живём. Слиток, Флорин. Мельтих. Мельтих. Может, он... Кстати, придётся, видимо, заняться продажей, торговлей оружия. Оружие ЕМ. Выносить лут. Как в сталкере Сидорови ещё, блин, сносил эти автоматы. Так здесь надо будет местному барыге мечи таскать, потому что денег иначе просто нету на отделку Корва Бьянка. Говорят, что она тут классно реализована. Говорят, получше, чем деревня в Fallout 4. Ха-ха-ха. Игра сохранена. Чё-то не к добру. Сейчас, наверное, кто-то навалится. Ай, ёб твою мать. Да, не люблю. Ай, блядь. Да, пиздец. Дайте полечиться-то. Вы охуели, что ли? Говно ссанное. Блядь. Ударом, что у них 35-й левел. Втаскивают они так, что дай боже. Пять опыта. Ничего себе, они, блядь, лапами... С трёх ударов они, по сути, могли убить. О, а тут рекордсмен по прохождению этой гробницы приуныл. Хабар. Не знаю, какого-то говна он тут наворовал. Ни золота, ни монет. Доспех буклерского стража. А, баклерского. Баклер же, да? Тут не буклер. Баклер. Я, конечно, не хочу жаловаться, но, блядь, немножко ничего не видно. Хорошо, что с того квеста на коломницах оставили фонарь этот. Можно, конечно, с факелом ходить, но фонарь светит... По опыту знаю, что фонарь светит ярче, чем всё остальное. Но, блядь, минус такой, что... Как он... Как ты съехал-то? Минус в том, что... Сука, с ним бегать нельзя. Мострис какой-то. О! Кто-то здесь перевязывал ураны, должно быть, поранился, пытаясь забраться наверх. А вот это что? По крайней мере, встреча с пантерами он избежал. О, хитрожопый. Мне их оставил. Тупая метеоритная секира. Но её можно, видимо, разломать на метеоритную руду, но, блядь, я сомневаюсь, что мне предстоит что-то крафтить в этой игре ещё. Подожди, подожди, найти дорогу. А, блядь. И круг поиска переместился сразу, отлично. Ой, сколько тут ресурсов. А силки для чего нужны в этой игре? Они что-то точат или что? Я вот честно вообще не помню. А вот и дневник профессора Моро. А это что? Обычный арбалет? О, тут кому-то камень на башку прилетел. Жалко, сандалии из-под камня не торчат. Так, ну что, дневник будем читать, нет? Книга, письмо. Это книга, блядь, или письмо? Нихера не понял. Где, блядь, куда он делся? Ага, вон она, дорожка-то. Блядь, опять что ли? Ничего на резкое, вообще. О, руби ее нахер. Хорошо, что дали в этом дополнительнее аптечки, которые мгновенно хиляют. Без них бы я тут, наверное, уже помер не раз. Блядь, вот, сука, ничего не вижу. Не хотел я, конечно, этого делать, но, блядь. Слишком уж темнота тут. Вот другой базарь. Другой базарь. Черно-белый, конечно, но другой. Так, а с этой стороны что? Призрачная стена, бей ее. К сожалению или к счастью, но эта игра не про призрачные стены. Так, а он... Тут надо на манер Tomb Raider, я так понимаю. Да, вот именно так я играл в Tomb Raider. Не удивляйся. Я просто не понял, что, блядь, что, как он... Я вижу, что надо съехать по веревке. Но, блядь, что сделать-то надо? Он к ней просто подошел, и все, и ничего. Мудофил. Так, и как работает тогда эта хитрожопая веревка? Непонятно, что неужели не по веревке надо съезжать? Ну, понятно, я в Uncharted переиграл, наверное, поэтому, мне кажется, что... Веревочка должна... Что за дерьмо я собираю? Ну, конечно. Закрыто. А сейчас мы... Так, а какой тут... Телекинетический удар? Ищу что делать, чтобы ее открыть. Нет. Не удар. Ну, веревочка давай. Вот видно, видно, вот что она подсвечена. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Что тебе не помешало? Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Так, блядь. Ну, я не знаю. Слушай, чувак, ну... Ладно. Но я вижу, что вот это как бы кнопочка. Ага. А, блядь, их тут много. Понятно. Еще две. И где они? Если, сука, не внизу. Такие кирпичи вот просто вот по таким вещам в анчарде лазить можно. П. Привычка. Так, я... Да не, ну, обратно идти, это уж совсем порнография. Быть такого не может, я не верю. Что разработчик заставил бы кого-то ходить здесь кругами, но... Вообще непонятно, чё хотят, блядь. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Мне на секунду показалось, что он все-таки схватится, но нет. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Лук. Там... Там... Водкнут вот эту ледору, как у Лары Крофт. Так, а где еще две кнопки? А, вон еще одна. Ну, а последняя, где вот там, должна быть по логике вот здесь, напротив. Последняя, мне кажется, вот эта, где статуя стояла, нет? Блядь, у Геральда какие-то проблемы с тем, чтобы ногу задрать на этот пьедестальчик. И, блядь, просто он дрочит мой мозг. Ура. Нет. Окей. Главное, причем тут тогда веревка-то? Для отвода глаз, что ли, повесили? Может туда куда-то надо из лука выстрелить. Я, блядь... А, ну, нихуя себе. Ну, это по-любому надо делать с помощью арбалета. Дичь какая-то. Только ведро в темноте нашел, кажется, вчера. А сегодня в темноте надо кнопки искать. Ну, и вижу, что стоит окаменевший он бес. Интересное место. Кажется, оно такое не случайно. Надо бы осмотреться. Кажется, мне нихера не видно, опять стало. Что, почему кошка так... Так быстро закончилась. Надо будет перераспределить перки свои эликсирные. Что-то они как-то... Что как-то они меня расстраивают. Горгулья еще и разговаривает. Наверное, не надо было трогать до этого. Ой-ой-ой, бляха. Солдатская. Так, ну одно я завалил, что... Неужели со всеми придется подраться? О, лапа горгули. Был бы классно, если бы они и разом остальные все ожили, нет? Орины, Флорины. Блядь, жалко, монетки Флорики не назвали. А вот это... Вот это была бы тема. Флорики. Так, вот здесь почему-то помечено. Наверное, не сюда, да? Или что? Не, они все помечены. Но тут этот с Флориками помер. Наверное, нам не сюда. Наверное, давайте... Давайте мыслить логически. Все одинаково, знаков нет. Значит, надо идти впервые попавшиеся. Выеху! Зараза, я вернулся к началу. Бля, настойно. Давай туда, где чел помер. Зараза, я вернулся к началу. Значит, в этот? Че-то я нихрена не понял. Зачем ложные порталы, если за то, что ты вошел в неправильный, тебя вообще никак не наказывают? Бля, а вот и призовой раунд. Сектор приз на барабане. Теперь то же самое, но на втором этаже. Сука! Нету тут никаких подсказок, чувак. Все на запах, все на ощупь. Так, тут были, тут были. Давай. А в то-то не пройти. Либо право, либо лево. Зараза, я вернулся к началу. Нихерово. Значит, обратно в этот же что-то. Ёбаный насрал. Зараза, я вернулся к началу. Да как, блядь, это работает? Все статуи смотрят в одном направлении. В сторону нужного портала. Все статуи смотрят в центр. В сторону, блядь, статуи. Хорошо, повещем следующий портал. Хорошо, повещем следующий портал. Какой проход. Как попасть туда, напротив. Реально, смотрите, тут камень лежит. И чего? О, здесь можно подняться. Сразу наверх можно? Смотрите. Смотрите. Зараза, я вернулся к началу. А-а-а. Это не второй этаж, это по-другому. Вот оно что, Михалыч, надо вниз спуститься. Да, геморройная какая херня, а? Там другая комната внизу. Как я понимаю. Ну и куда, блядь. Давайте взросшие, не знаю, ворота пойдем. Все статуи смотрят в одном направлении. В сторону нужного портала. О чем он говорит, что все статуи смотрят в одном направлении? Они не смотрят в одном. Хорошо, повещаем следующий проход. Зараза, я вернулся к началу. Что не говоря, квест ебанутый, блядь, на всю голову. Одно дело, конечно, вот эти прикольные квесты в банках, прикольные яйца искать от статуи, но, блядь, вот этой хуйней заниматься я сомневаюсь, что кому-то понравилось. Такая залупа. Сюда вот не пройти было, иначе как сюда залезть. Наверное, это и есть правильная дверь. Да, судя по долгой загрузке, да, это она. Хорошо, повещаем следующий проход. Блядь, ну и что, и долго вот этой хуйней заниматься здесь надо? Я боюсь, что если я сейчас не в тот зайду, меня, блядь, отправят обратно. Самое начало мрачительного квеста. Отсюда я вышел, да, вроде? А, нет. Там кладбище какое-то уже написали. О! Ну да, я оказался под землей, под кладбищем, поэтому это и была, походу, единственная подсказка, что правильная дверь близко. Кристаллы. Их надо поместить в мегаскоп. Двух кристаллов не хватает. Что ж, осталось выбрать вход. Чего? А, давай, третий кайф же, по разнице. Все равно двух не хватает. Раз в христианстве все завязано на цифру 3. Мутации начинают действовать не сразу. Но и с течением времени они не усугубляются. Чтобы мутация прогрессировала, следует неустанно добавлять соответствующие мутагены. Объект переносит это не лучшим образом. Но я смог сделать мутации менее инвазивными. Для этого к базе мутагена я добавляю белок мутировавших яиц с колопендроморфов. В стеклянном террариуме, кстати, их рост прекращается. Эти яйца сами по себе примечательные. После мутации от них начало исходить восхитительное сияние. Надеюсь, использование этих белков не вызовет серьезных побочных эффектов. Протеины. Стероидные протеины. А, это я понял. Это как видео проигрывать. Сейчас начало эксперимента, да? Может мне надо записывать? Яйца с колопендроморфов? Что еще? 18 июля. Июля. Год 1102. Сегодня я начинаю величайший проект всей моей жизни, который важнее любого другого, поскольку касается лично меня и моего сына. 15 лет назад на меня напало чудовище. И жизнь мою спас ведьмак. Тогда я не догадывался, что за спасение мне придется заплатить судьбою собственного сына. Сын стал ведьмаком и... Если бы я мог повернуть время вспять, я бы умер, но не отдал бы сына ведьмака. То есть обратить мутации назад можно, что ли? Но случилось то, что случилось. В день, когда Джерома забрали, я поклялся честью, что верну сына. Сегодня, после многих лет изыскания и подготовки, я создал машину, с помощью которой смогу изучать мутации. Если боги в милости своей меня не оставят, я придумаю, как обратить означенные мутации и вернуть Джерома к нормальной жизни. А, Йеннифер... А зачем Йеннифер... Значит, профессор не собирался усиливать мутации. Он хотел от них избавиться. Интересно, у него получилось? И что это может дать мне? Вот именно. Зачем Йеннифер тебе это прислала? Что она хочет? Она-то все равно от тебя не залетит. Как, видимо, и Трис, наверное. Годы экспериментов, исследований, жертв. И все впустую. Я не достиг искомой цели. Все мутации, которым я подвергал объекты, были неэффективны в отношении Джерома. То, что должно было излечить его от ведьмачества, вернуть его к нормальной жизни, лишь усугубляло мутации, увеличивало его скорость и силу, делало его еще более не человеком. И где этот Бэтмен? Среди ведьмаков. Мой сын всегда останется ведьмаком. Я потерпел поражение. Пора оставить это место и вернуться домой. К Лидии. Вдруг она все-таки примет меня. То есть, что, сейчас Геральт станет, бля, еще круче, что ли? Рецепты и мутагены я оставляю здесь. Пускай они рассыпятся в прах. Как мои мечты о возвращении сына. Значит, профессор хотел обратить мутацию вспять. А вместо этого только усиливал их. Тем лучше для меня. Подведем итог. Судя по записям, профессор пытался отменить действия ведьмачьих мутаций, но в результате лишь усилил их. Мутагенную базу он делал из яиц гигантских скалопендроморфов. Значит, надо поискать яйца. Снова ищем яйца. Что-то в этом DLC, как яиц, дофига. Ой, но я не буду читать книги еще. Блин, это вообще... О, кристалл мегаскопа. А это что, в банке? Это не его сын? Сейчас он. Может, он, бля, в Немезиса превратил? Это был бы номер. Что ж, осталось выбрать вход. Ха, странно. Я же нашел кристалл. Я же нашел еще один кристалл. Почему я не могу его посмотреть? Он от чего-то другого, что ли? Бля, а Йеннифер или Трис, они не хотели лично помочь Геральду с этим делом? Препараты. Надеюсь, их не отнимали у владельцев силой. Препараты. Надеюсь, их не отнимали у владельцев силой. Мудаген большой синий. А это что? Видимо, он тоже какой-то препарат, поэтому Геральд на него внимания не обращает. О. О. Вот, теперь можно посмотреть, что это такое. Как ты догадался? Ничего ты, детектив, прям. Что ж, осталось выбрать вход. В задницу. Первый, второй, четвертый. Ну, давай. Рваная получится повествование. Надо было сначала найти два кристалла и потом с первого по пятый посмотреть. Наблюдение 22. Несмотря на введение избыточной дозы токсичных субстанций, объект не проявляет никаких симптомов передозировки. Полагаю, это также результат мутаций. Итак, малый успех. Благодаря этой мутации Джером лучше переносит яды. Хм, и чё? Повышение порога интоксикации, что? Наблюдение 58. Порой неудача сама ведёт к успеху. Я открыл метод преобразования одного типа мутагена в другой. Нужно лишь добавить некоторые ингредиенты. Это великий день для науки. То есть красный в синий, зелёный в синий. После сегодняшней дозы мутагенов объект был на грани смерти. Однако затем он резко пришёл в себя, а силы его восстановились. Разумеется, не в полной мере, но можно сказать, он вернулся к жизни. Трудно сказать, виновны ли в этом его мутации или это совпадение. Необходимо провести дальнейшие эксперименты. Да, доктор Моро был больной ублюдок. Это, по-моему, очевидно. Хватит смотреть. Так, ну пошли за мутированными яичками скалопендроморфа. Ксеноморфа, ему не надо яйца? Трансмутация малого мутагена синий-зелёный. Ну не, это я не буду делать, потому что у меня все, что надо, уже большие есть. Хорошая библиотека. По большей части книги о мутациях и генетике. О! А вот и Марка проснулась. Блять. Белая вдова. Так, я могу нанести на меч во время боя? Блять. Инсектоиды, да, это? Сука, тварь, блять. Чё это на... Ещё одна. А, теперь появился счётчик ударов. Сколько можно ударов сделать под маслом подойдём? Ещё одна. Их две теперь, что ли? Блять. Чувствую, эта яичница дорого нам станет. Пиздец. Блин. Ни хераси. Отлично. Ещё и стемнело. Вообще супер. Не-не-не-не-не-не, блять. Охуенно. Обалденно. Может, сон дракона у них бросить? Ну, может, хоть одну уже убьём, а? Вот эту. Белая вдова, сон, где? Вот, сука, тварь. Тварь. Ну, бой с ними, конечно... Ну, по сравнению с Дарк Соулсом, это смешно всё. Мне нужны твои яйца. У ворота эти, у ворота, они такие вот. Здесь не нужна та безумная реакция и те безумные тайминги, которые нужны в Дарк Соулсе или же Бладборне. Здесь всё намного-намного попроще. Ну что, паскуда? Что ещё одни? Гераль, ну сколько яиц-то надо, блин? Яйцефил ты, а? Блядь. А это смотри-ка, чему-то она училась. Она использует тактику члена. Резкие, резкие набеги. Резкие внедрения. Ну, камон. Большой. А, вот они, яйца. Или что это? Шприц какой-то? Белок яйца гигантского скалопендра-мутанта. Типа, это такое совпадение, что лаборатория этого психа находится рядом с гнездом этих скалопендра-морфов. Блядь, ты можешь запрыгнуть? Так, а тут... Сохранимся-ка я на всех случаях. А то сейчас угроблю Геральта. Я-то химик еще тот. И что? А мне можно выбрать, во что я хочу мутировать, или что? Нет смысла надевать полный. Что с ней делать-то? Лучше бы снять броню и оставить оружие. Да ты че? Ну, разделся бы сам за кадром. Еб твою мать, тоже вот. Пора проверить. А на меня, мутабин и профессора, будут действовать так же, как на его сына? А сдохнуть ты вообще не боишься? Может, до тебя какого-нибудь сифилистом этими иглами кололи? А че это за клюв там? И у него сын че был, на голову выше Геральта? И его сын что, Криган-гора, твою мать? Обшторенный такой. О-о-о. Ну че, бицепс подрос вроде, плечи стали по накачиванию, нет? Вы открыли систему мутаций, а мы также позволяли раз особые способности, недоступный процессмер. Чтобы узнать об этом больше, откройте окно персонажа. А-а. И че? Мини? О-о-о. Да, я дополнительно спасибо за просмотр. Значит, тут чудоище, что бы. Ебанистика какая-то, ёб твою мать. Чтобы использовать мутацию, сперва нужно ее исследовать. Для этого я введенную смуту. Ну, красную, конечно. Убийственная контратака. В бою против противников устойчив к контратакам, а также против чудовища удара мечом наносит на 25 больше урона в охуеть и чуть такое ёпта они еще прокачки завезли в игру а это что кажется мячом расчленяет противника есть или активирующий удар каждый удар оружием рукопашный а вау ну давай а по хрен большой красный мундаген нужен а из этого списка только одна мутация может вот ячейка только для одной или что на нет вон сколько не волнуйся а где мне эти мутации лежат табли вон они я не помню где их скрещивать друг с другом в чем проблема вообще не помню где это делал где где этот крафт мутации долганный проходил у меня мало больших зеленых мутагенов синих зато дохера вот как переделать синие в красные где здесь на счет этого инструкция алхимия вот где это все делалось альбедо альбедо не самая не самая не самая простая механика конечно этих мутаций черт блять ногу сломит и не одну мутагенов над немедленно мячки персонажи конечно же тоже нужны а понятно ну то есть по мере прокачки вот теперь понятно куда левел лишний сливать а вот где как красных мутагенов найти сраную кучу напишите можно ли как а тут же нет я нашел только как если я правильно понял нашел как один мутаген перелить другой синий синий в какой-то там как малый красный вот что для этого надо сделать чтобы мутаген цвет поменял вот это я нахер ничего не не понимаю немножко ну я думаю что так надо еще одеться мало ли кто там на выходе стоит стальной меч одеть какая к черту разница надо в новый вставить камушки новый то покруче у меня турнирный меч вот сейчас квест завершим а источник питания не работает сука падла да давай ирденом нет да ладно икни да ну чё квен что ли блять твои знаки говно ни один блять не работает блять вы нахуй чё дрочите меня что ли ну ёбаный насрать он сказал знаком блять каким нахуй фак ему покажи ёбаный насрать может блять откроется хуйня какая-то заебала чё за блять локация в пизду мне ваши загадки уже надоели камон знаком нахуй пиздец сука может него блять надо фонарем посвятить моим магическим это реально фонарь блять в игре нужен для одного самого квеста они чё блять прикалываются а чё с залупа что блять геймпад вибрирует здесь а может это интересно а вот вообще вот магический знак вот что надо знак юзать блять ли висит вот там нахуй но может может это кнопка а ну заебись и как я вот это должен был понять интересно то что здесь воротики нарисованы в них кристалл стоит бля ну да конечно мудатство то еще а еще в первый раз когда проходил смотрю думаю чё он блять ничего про эту кнопку не говорит хитро выебанные поляки решили просто чтобы он ее игнорил да но под вопросом целесообразность вот этого всего то есть какой смысл усиливать геральта еще больше если он и так в принципе на раз всех рубит это у меня он в легких доспехах и у меня есть шанс сдохнуть а вот кто в тяжелых играть те я слышал вообще бессмертно и чё блять они теперь себе намутируют еще бессмертней стану что какой там смысл играть в чем интересно будет я в пизду этого медведя я не то что боюсь его я просто не хочу лишний раз убивать животные я же милашка нет серьезно нахрен все таки медведь медведь наш символ все дела вот в индии корову не убивают как я слышал корова там священно у нас я предлагаю нашим талисманам медведя сделать запретить на медведя охотиться в конце концов у нас не так много символов матрешка водка балалайка и медведь советский медведь наш наш советский союз ну гимн редалер да ладно короче продолжение будет следующей серии ну так себе квест в плане интереса вот в плане интереса он какой-то слабенький он такой ни хрена не душевный то есть но бой боев почти нету блин дело какого-то интересного прикольного сюжета юморного тоже не оказалось просто это усиление персонажа причем какое-то судя по всему ядреное вот если еще накопить красных мудогенов этих будет вообще геральт просто жестить просто адски жестить уже сейчас как я понял активируется добивающий удар если у врага 25 процентов здоровья всего что это такое смотрите чуть ползает индигра индигара какая-то а это блять у них тут пастбище благобой не начался смотреть можно помедитировать прямо около них и сейчас поэтому сейчас я вла вломлю индигра ну чтоб хоть немножко боев тут было в этой серии а то прям вообще уже уже как бы уже и пишут что собственно одно хождение и диалоги где бои то блин ну чё она из жопы выстрелила о блять не это dlc то сложновато конечно тут с доп мутациями будет чем заняться походу потому что тут такие дамаги наносят просто космические индигары эти всякие но нет за по если запастись хилками вот эти собираюсь избавиться от андреак придется это взорвать если запастись мгновенными хилками то без проблем в принципе а я так поздравляю что это часть квеста тут просто виноградники он малый длинный гриф они виноградники вам портят тут значок винограда был и значок норы квест не появился не знаю почему но не суть важна короче что нибудь жмите что нибудь пишите и все такое это давайте Продолжение следует...